К вопросам поездки дня. Ключевой из них – отчёт об исполнении федерального бюджета за 2007 год. Это последний бюджет на поле страны, который строился на основе годового планирования. Начиная с текущего года мы перешли на финансовые трёхлетки. В 2007 году рост ВМП превысил 8%. Реальные доходы граждан увеличились более чем на 10%. Примерно такую цифру нам удаётся выдерживать на протяжении последних лет. Значительно выросли налоговые и таможенные поступления. Всё это создавало благоприятный фон для нашей бюджетной политики. Политики нацелены на долгосрочное развитие российской экономики, модернизацию социальной сферы, повышение качества и уровня, жизни граждан. Расходы федерального бюджета составили почти 6 триллионов рублей. Ещё в 2004 году мы могли позволить себе истратить лишь 2,4 триллиона рублей. Рост почти в два раза. В реальном выражении. Расходы на такую значимую сферу, как здравоохранение, например, за три года увеличились ещё значительнее, более чем в три раза. Наряду с плановыми ассигнованиями на социальную сферу, науку, культуру, укрепление вооружённых сил, поддержку регионов в 2007 году была проведена капитализация важнейших институтов развития. Это Банк развития, инвестиционный фонд, российская корпорация нанотехнологий, а также фонд реформирования ЖКХ. В общей сложности речь идёт о сумме порядка 640 миллиардов рублей. Только на фонд реформирования ЖКХ, деньги из которого должны идти, на капитальный ремонт переселения граждан из ветхого и аварийного фонда выделено 240 миллиардов рублей. Конкретные проекты, связанные с использованием этих средств, правительство, ведомство обязаны отслеживать постоянно. Сегодня, кстати говоря, мы намерены провести заседание Наблюдательного совета Банка развития, рассмотрим ряд его инвестиционных программ. Ещё раз обращаю ваше внимание на необходимость строгого контроля за исполнением принятых решений. Многие годы решение острейших проблем страны сдерживало недостаток ресурсов и недофинансирования. Сегодня наши возможности серьёзно возросли. Но вместе с тем стало понятно, что грамотно, по уму распорядиться этими средствами – тоже весьма непростая задача. Так, ассигнования на федеральные целевые программы в 2007 году были использованы заказчиками лишь на 85%. Рациональное использование бюджетных средств – одна из ключевых задач, стоящая перед каждым органом власти. Напомню, что нерациональное использование ведёт к избыточным деньгам экономики, разгоняет инфляцию. Ведомства всё обращаются и обращаются с просьбами увеличить и увеличить финансирование, а сами вовремя не реализуют выделенные ресурсы. Контроль за этим процессом должен стать одним из критериев оценки эффективности деятельности ведомства. Считаю также, что вопрос об исполнении федеральных целевых программ нам необходимо подробно рассмотреть на одном из ближайших заседаний президента.